Я Марина Крымова. Мы начинаем тему чудес. Существуют ли чудеса? И здесь люди начинают разделяться. Одни говорят, да, конечно, чудеса существуют. Другие говорят, ну это же волшебство, которое не существует. Кто будет прав в этом утверждении? Кто будет прав в своем утверждении? Существуют ли чудеса или нет? Каждый из нас в жизни сталкивался с чудесами. Часто. Но мы не обращаем внимания на чудеса. Каждый из нас сталкивался с необыкновенными явлениями. Но мы не считаем их чудесами. Например, тот факт, что наша планета еще не сбросила человечество со своей коры, это воистину чудо. Что мы только не вытворяем с нашей планетой, а она пока нас еще терпит. И это чудо. Многие люди считают, что случай – это вовсе не чудесность. Счастливые случаи, которые с вами происходят, именно те, которые вам нужны, многие люди считают, будто бы это предопределено. Кем? Кем? Чем предопределено? Если предположить, что то, что вам очень сильно надо, произошло, и это не чудо? Тогда что это? Давайте попробуем рассуждать здраво. Вам было очень нужно, вам было очень сильно нужно что-то, но у вас не получалось. И вдруг это происходит. Буквально, как будто бы кто-то исполнил ваше желание. И здесь люди начинают рассуждать, кто во что гораст. Ну, это ангел-хранитель или «так у меня на судьбе написано». Кем написано? Кем? Если кем-то написано, значит, где-то написано. На чем-то, на каком-то носителе написано. Представь себе, у тебя в голове постоянно марширует мысль о том, что тебе надо. Это мысль – пучок импульсов, которое постоянно воспроизводится. Импульсов, буквально энергетических. Из этих импульсов потихоньку начинает формироваться поле. Это поле начинает потихоньку функционировать. И подобное к подобному. Да, мы, конечно, слышали такую фразу, но не думали об этом с позиции метода, что ты это можешь сделать. Всего лишь начни очень активно с эмоциями, с чувствами, с желаниями. Но где же их взять, если внутри тебя нет уверенности, что то, что тебе нужно, произойдет и случится? Представьте себе, из этого можно создать технологию, буквально технику. И некоторые этой техникой пользуются. Другие, которые не пользуются этой техникой, не верят в нее. Говорят, это все ерунда, это все не для меня. Все, что мне написано, все, что мне суждено, я это и так встречу. Да, конечно, сколько людей, столько и мнений. Но чудеса существуют. Необыкновенные, необъяснимые явления пока еще существуют. Вот совсем недавно в очень уважаемом научном издании прошла информация о том, что протон вдруг уменьшился. Масса протона уменьшилась. И наука пока еще не может дать этому определение. Вдруг масса протона уменьшилась. То есть вдруг в какое-то время все на планете Земля, имеющие в своей структуре протон, уменьшилось. И мы еще удивляемся, почему у нас так бешено летит время. Не чудо ли это? Нет, не чудо, говорят люди, рассуждающие с позиции науки. Это как-то научно объяснимо. Да, все правильно. Но откуда взялась наука? Наука, в принципе, сформировалась из расшифровывания чудесатых явлений. Наука, в принципе, вышла из волховского мышления. Когда люди, когда-то именуемые волхвами, задавали себе вопросы и хотели расшифровать неизвестное явление. Сегодня это явление легко объясняется даже школьникам. Наука сформировалась из расшифровки чудес. Мы просто пока еще не все чудеса расшифровали. Конечно, когда-нибудь человечество начнет в легкую производить свои мечты и желания. Нужно ли это? Это уже другой вопрос. Чудеса существуют. Однозначно существуют. Например, каждый из нас в преддверии Нового года невольно начинает думать о каких-то чудесах, об исполнении желаний. Мы с детства так настроены. Если предположить, что человек как музыкальный инструмент, и кто-то этот музыкальный инструмент поддерживает в настройках, чтобы он не фонил и давал правильные регистры, каждый из нас, даже самый взрослый человек, надеется на перемены в преддверии Нового года, что вот в следующем году обязательно все изменится. И есть источник, к которому мы вольно или невольно обращаемся в мыслях, чтобы этот высший источник исполнил наши сокровенные желания. А какие у нас сокровенные желания? Мы хотим хорошего, чтобы плохое не происходило. Плохое лично для меня, чтобы оно не происходило. Плохое у каждого в своем порядке осмысливания. Кто же это? Ну, сегодня это Дед Мороз. Когда-то это было божество, которое имело две версии. Чернобог и Белбог. Вот кому-то он приходил Чернобогом, а кому-то Белбогом. Аверс и Реверс. И все зависело от того, как ты прожил год. Мы это помним. И с детства помним. Еще его же название Корж от слова Корчица, Корежет. Еще имя этой же силы высшей Корочун. То есть тот, кто совсем может скорежить и в узел завернуть и тебя, и твою жизнь. И вот к этому высшему существу, вольно или невольно, обращаются все люди за чудом. И мы предполагаем, что на нашу дольку обязательно будет чудо. Все знают метод. Когда бьют куранты, надо успеть написать записку, успеть ее сжечь, бросить фожер с шампанским и успеть выпить, пока бьют 12 часов куранты. Это новая методика, сформированная верами людей о чуде. И у многих эта методика исполняется. Почему? Просто вдумайтесь, сколько нейронно смоделированных импульсов в одночасье, пока бьют куранты, в этот миг просто вспыхивают, чем прорывом неординарной энергии о чуде. Неординарным желанием, устремленным к переформированию из гадости в сладость. Мы с вами это можем. Мы владеем этим механизмом. Когда я говорю людям, что человеческое тело управляется энергией, все соглашаются. Но когда я объясняю, какой энергией, очень многие люди впадают в шок. Человеческое тело управляется обыкновенной электрической энергией. И когда у вас нехватка энергии, это значит батарейки высохли. Надо либо заменить батарейки, либо подзарядить. Ну да, соглашаются многие, но не знают как. Если вы не знаете, как зарядить свои батарейки к чуду, это ко мне. Найдите меня, найдите мои семинары. И вы обязательно сумеете чудотворно заряжать свои батарейки, чтобы каждое ваше желание исполнялось. И я такие методики провожу ежегодично. Два раза в год, летом и зимой, я провожу пятидневные методики для того, чтобы батарейки человеческого существа заряжались в чудесность. Чтобы каждое желание исполнялось буквально. Захотели, и это происходит достаточно быстро. Это очень неординарная, очень необыкновенная энергия. Конечно, можно говорить чудесное, но, уверяю вас, она научно-объективна. Это не мистика. Это вполне существующий порядок. Что такое старость? Старость – это всего лишь процесс окисления. И если остановить процесс окисления, то мы можем продлить себе жизнь очень-очень надолго. Мы можем практически три жизни прожить. Что такое скорость, когда человек за одни сутки успевает значительно больше, чем некоторые за месяц? Чудесная энергия. Умение комплектовать свой интеллект, дееспособность, хватку, рывок в интерактиве действий. Удивительная сила. В каждом из нас есть чудотворная энергия. Где она и в чем хранится, мало кто знает. Каждый из нас наделен большим количеством чудотворной энергии. Гигантским количеством. Один из пример чудес я вам расскажу. Как объяснить ту связь матери и ребенка, взрослого ребенка? Когда с ребенком что-то происходит, мать чувствует. Как объяснить эту связь? Это чудесная связь. Это как раз те кладовые, которые вами не освоены. Как объяснить ваше предчувствие перед опасными событиями? Это чудесная сила, которая вами не освоена. Как объяснить пророческие сны, которые сбываются до абсолюта? Как объяснить интуицию? Это все чудесные силы, которые вами не освоены. И в году есть чудесные дни. Алгоритм этих чудесных дней можно использовать. Например, на рубеже 2020 года и 2021 такой чудесный день будет. Это 26 декабря. Ночь накануне с 25 на 26 чудесная ночь. И все, что вы себе нажилаете, глядя на пучок из 18 свечей тонких. Пучок зажженных 18 свечей. Спрессованных в один. 18 фитилей. Пламя будет гореть, как сердцебиение. И каждый раз, когда кусочек пламени будет чуть-чуть отрываться, в этот момент вы должны, собравшись в пучок воли, мысленно орать. Нужное. И вы сделаете чудо. Используйте этот метод. Потом спишемся. Найдите меня в инстаграме. Я очень много чудесных чудес рассказываю. И я хочу научить вас еще и другим методикам. Но это уже в личном контакте. Я жду вас в начале января в Карелии. На удивительном мероприятии чудесных возможностей. В каждом из вас гигантская сила чуда. Востребуйте это чудо. И, наконец, начните его использовать в жизни. Каждый из вас может стать просто потрясающим коллайдером, который из ничего формирует материю. Это дано нам по праву рождения. Мы это умеем. И я хочу вам передать эти ключи. И я их нашла, отвечая на вопрос о чудесах. Мой неугомонный интеллект всегда искал расшифровку чудес. И я всегда рылась в архивных данных, в зашифрованных текстах алхимиков, в зашифрованных текстах старинных чудотворцев. И я расшифровывала их тексты всю свою жизнь. И очень много чего давным-давно работает уже для моих учеников. Под этим видео есть вот такой знак. Передайте это видео своим друзьям. Я уверена, что многим вашим друзьям это видео пригодится. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok